Тренний преподаватель спортивной школы Сучкова Светлана Владимировна, мастер спорта Советского Союза по борьбе с самбо, чемпионка мира 1989 года, чемпионка России, чемпионка Советского Союза, член сборной. Под руководством прославленного тренера сейчас занимается более ста пагарских самбистов. Правда, ютицей им приходится в этом, мягко сказать, скромном фойе бывшего кинотеатра. Не лучше выглядит и основной зал местного дома спорта. А ведь желающих проводить время не на улице, а в зале хоть отбавляй. Не справляется с наплывом даже главный и самый большой в районе спортивный комплекс – Одиссей. За спортивные площадки вечером буквально в смысле дерутся, потому что приходят трудовые коллективы, приходят просто люди. Хотят играть в волейбол, хотят играть в баскетбол, хотят поплавать в бассейне. А не хватает количества, это же не резиновая, это же одна площадка, две команды, все, остальные стоят. Местные власти уже не первый раз заводят разговор о строительстве в районе еще одного ФОКа, на что глава комитета Сергей Антошин резонно замечает. Под лежачий камень вода не течет. Разрабатывайте документацию, ищите место, подводите коммуникации. Чем сможем, тем поможем. Но главное – ищите и готовьте специалистов. ФОКи построим, ледовые дворцы построим. Треневский преподавательский состав, где мы возьмем. Вы слышали, какие оклады, какая зарплата. И самое важное – уже возрастной цензор тренеров, они уже ближе к пенсионному возрасту, и они сами говорят, что мы еще чуть-чуть, и все, у нас сил просто не хватит, а молодежь на эти зарплаты не приходит. Мы будем выходить с законодательной инициативой, с просьбой на губернатора, посмотреть количество тренеров и инструкторов, какое количество их на территории Брянской области, чтобы мы могли поднять хотя бы им оклад, который составляет 6300 рублей. Но это совсем-совсем мало. И я думаю, что, скорее всего, в следующем году мы этот вопрос попытаемся рассмотреть и на думе. По гарскому спорту есть чем гордиться. Чемпионы мира и Европы, победители областных и всероссийских соревнований. Район в числе лучших по результатам тестирования комплекса ГТО. По последним данным, каждый четвертый житель на регулярной основе занимается спортом. А такими показателями может похвастаться далеко не каждое муниципальное образование области. Дмитрий Кузнецов, Игорь Винчук. События. Погар.